В общем, Костя Капков, он историк, и он в своё время потратил на эту книгу довольно много времени. Он сидел в архивах и искал расстрельные дела тройками ОПГ священников. Вот, и здесь очень много этих расстрельных дел, и эта книга очень, ну, документ для тех, кто не верит, что у нас были гонения, или не верит, что у нас священники подвергались репрессиям. В общем, я, к сожалению, не успела подготовиться и побольше рассказать, но вот вы можете, я вам прямо сейчас могу ее передать, только просьбу потом вернуть. Вы можете в течение этого квартирника просто ознакомиться с этой книгой. Я, к сожалению, не знаю, где ее еще взять, это вот единственный экземпляр, подаренный мне Костей. Вот, бесценный для меня совершенно. А я пока, наверное, что-нибудь спою. Посмотри, и будет плакать дождик уходящий, падая в ладошки. И будет степелек сухой махать до скорого, до скорого свиданья. И будет влажный мир и теплый луч сканчет по оконной раме. Помянет так, что не узнаешь, кто здесь будущий, кто прошлый и кто настоящий. И отпустив дыхание сбитое и неистовым потоком листопада, Ты опознаешь в изуродованном теле отходящий дух нетленный, Что подарил одно на всех обетование о грядущем воскресении жизни. Посмотри, кто все пытался угадать по кадрам, по штрихам, на сколам, на древесном скоре. И издревле порушенная сомкнется и загорится с новой силой до будущей доли. Смотри же, кто из нас, ты старше, кто моложе. И все в одной одежде, в одной одежде. И ночью ветхие ризы кожи. И я не знаю, и никто здесь не откроет той каинственной преграды. Пока мы рядом, но кого из нас, кто покинет первым? Веда решили, он подарил одно на всех обетование о грядущем воскресении и жизни. 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 Посмотри, и будет плакать дождик, уходящий, падая в ладошки. И будет стебелек сухой махать до скорого, до скорого свидания. Посмотри, и будет плакать дождик, уходящий, падая в ладошки. И будет стебелек сухой махать до скорого, до скорого свидания. 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 До скорого. не удивляйся, мы не хлопаем я хочу уточнить у нас сегодня по три песни минут 15 два раза два раза сейчас будет песня про сон Аркадия Петровича Гайдара это песня с нового альбома один страшный день и она про дневники Гайдара который писал снятся люди убитые не могу уснуть, снятся люди убитые мною в детстве Юля, а он действительно жестокий такой был? а дело в том, что это история, имеющая такой достаточно апокрифический характер в общем, все, что известно он попал на фронт очень молодым 16 лет да, то есть он еще был, в общем-то, пацаном вот и известно, что он в какой-то момент стал командиром и должен был решать вопросы, которые, в общем-то, ему решать его статус не соответствовал его психике, подготовке и всему остальному и на этот счет каких-то я ковырялась в свое время я каких-то прямых доказательств его жестокости не нашла то есть сведения об этом разноречивые известно, что несколько человек по его распоряжению все-таки были убиты вот несколько или много в общем, сказать не могу я думаю, что существует и будут еще существовать историки которые все-таки это раскопают и установят более достоверно вот ну, во всяком случае вот строчка у него такая есть и судя по его рассказам он какие-то ну, лично на мой взгляд Гайдар конечно гениальный писатель вот на мой взгляд эпизоды связанные с убийством кого-либо он написал мастерски не знаю как бы потому что он гений или потому что он знал о чем писал я не могу сказать а во поле над рекою пар как во поле белых бил Гайдар в небе звезды как мотыльки да все тропинки да бугорки знала лихая шашка знал наган знал набитый трупами курган спят в нем спят да не скоро разбудят только вот снятся убитые мною люди не сдадим назад власть будет наша что нахмурен брат и рад таркаша сволочь сколько ты тут тупо пушил зазря знает лес густой алая заря скольких ты сложил на ее алтарь права имеющие ли дрожащие тварь спящий спит да кто нас разбудит когда прекратятся убитые мною люди а в мою страну один лишь пропуск смерть в ней мечтает жизнь и детский смех голубая чашка и горячий камень и тайну военную поглотившим пламень и команда из тревожного сна до смерти нужна мне эта страна до смерти здесь никто ничего не забудет покуда приходят убитые люди и мне про нее говорят все убитые люди а во поле над рекой упар как во поле белых бил гайдар в небе звезды как матыльки да все тропинки да бугорки в небе звезды как матыльки да все тропинки да бугорки в небе звезды как матыльки да бугорки да бугорки да бугорки в общем песни Риму конец наверное здесь про все что происходило произойдет и может произойти песня тоже с альбома один страшный день что здесь оборонять взяв коротко ствол или автомат запахи погожи во сентября как тогда почти тридцать лет назад когда страна умерла и ее виртуал тридцать лет назад из праха восстал так что здесь оборонять приняв китамин или люминал кесарь в маразме закон как наждак из старого сменит молодой так его сенаторы любой ориентации стажа вовсю заревнуются кто кого кажет по риму ходят толпы наземных ровов залубивших здоровье на работах высотных граждане протести и разврате лишь иногда спасают животных на людей уже силенок не остается регионах южнее не точит сверчок лишь дым над вершиной везу вернуться у каждого времени сквозь спусковой крючок что здесь оборонять взяв короткоствол или автомат они продавят свое обеспечат явку нагонят плебс рабов и солдат уже после на окраине все будут бежать и многих вскосит страны вирусу границы снегов а кесарь будет на лекарство цены держать и плебс уречать про зарубежных врагов духовенство на паследах сформирует фракцию и устроит главную храме акцию в локу прольет лава накроет землю полотенцем в вдовых глазах задрожат младенцы что здесь оборонять взяв короткосвол или автомат но наш бог рано или поздно станет их богом как тогда две тысячи лет назад что здесь оборонять когда ткань затрепещет и треснет шов от взлома матрицы и падения заклятья здесь уже не будет хорошо и будет хаос и варвары скроют двери торговых центров и займут президентской ложи уже после того как всем одинаковые мелкие капсулы засунут под кожу они ломятся они поморозят рукоять ключицу и будут валить все на нас но и не отвертеться не изловчиться и звезды набрут и никто не узнает час они сломают ключицу и будут пытать скажи секрет и будет полыхать минарет и вань от хованского кладбища на город падет и сотовая связь пропадет так что здесь оборонять здесь каждый крючок дожидается клево в тишине сентября и будет гулять с ветрами обороненное последнее слово и будет гулять с ветрами обороненное последнее слово и будет гулять с ветрами обороненное последнее слово спасибо Продолжение следует...